От металлообработки до авиастроения представители 30 крупных ульяновских производств несколько дней работали в Московской области. В составе бизнес-делегации под руководством губернатора Алексея Русских удалось провести ряд переговоров с крупнейшими производствами страны. Но первым делом за стол переговоров сели губернаторы регионов. Вместе с Андреем Воробьевым обсудили совместное развитие промышленной кооперации. Потому что когда наш бизнес, наши промышленные предприятия знают своих визави, коллег, потенциальных партнеров в других регионах, это всегда приятно, всегда полезно. Поэтому рады, что сегодня в Московской области, рады, что у вас хорошие показатели в этом году и экономического развития. В Ульяновской области успешно работают несколько филиалов подмосковных компаний. К примеру, производство запчастей и компонентов для авиакосмической отрасли «Промтех Ульяновск» или завод по производству сухих строительных смесей «Седрус». Одной из площадок, которую осмотрели ульяновцы, стали завод «Метро Вагон Маш». Предприятие специализируется на разработке, проектировании и изготовлении подвижного состава для метрополитенов и железных дорог. Они цветовую гамму вам свою дали, да? Конечно. Мы под заказчиками любой цвет, и салон, интерьер, и экстерьер, любые пожелания. В частности, ульяновская компания «Агрегат ТК» обсудила сотрудничество с «Метро Вагон Маш» о разработке межвагонных переходов для поездов. Провели переговоры с руководством группы компании «С-7». Это многопрофильный холдинг, который включает известную авиакомпанию и ряд заводов. Стороны обсудили поставки ульяновской продукции для новых инвест-проектов компании «С-7» – токарно-фрезерного оборудования и инструмента. Также представители подмосковной компании заинтересовали компетенции ульяновцев по композитным материалам предприятий «Поликом» и «Техноформкомпозит». Обсудили расширение сотрудничества групп компаний «С-7» и «Волга-Днепр» в вопросах технического обслуживания воздушных судов. Работу по межрегиональной кооперации мы ведем достаточно давно, уже более двух лет. Объехали около 13 регионов Российской Федерации и приняли у себя бизнес-делегации из этих регионов. За это время около 400 новых контрактов было заключено, и отгрузки исчисляются уже миллиардом рублей. Комплексное соглашение о сотрудничестве между С-7 и правительством Ульяновской области стороны запланировали подписать на одной из площадок Питерского международного экономического форума или Инопром-2024.